Судебное заседание Судебное заседание принимает участие защитник Спицына, Мамаев Владимир Владимирович. Личность установлена по паспорту, действует на основании нотариально удостоверенной доверенности. Полномочия проверены, личность установлена. Можете забрать документы. Время в месте судебного заседания извещен Спицын. Он был извещен судом как по адресу своей регистрации в городе Манчегорске, так и по адресу фактического места жительства, который известен суду по улице Полярной Зори. Повестку не получил. Повестка возвращена в материалы дела. Спицын считается извещенным во времени в месте судебного заседания. О времени в месте судебного заседания также извещен представитель административного органа. Здесь с чем обсуждается вопрос о возможности провести судебное заседание в отсутствие нелившегося Спицына и представителя административного органа. Владимир Владимирович, вы не возражаете? Вот административным органом что имеется в виду? Адмистративным органом ГИБДД. А, ну ГИБДД хотелось бы, чтобы присутствовать. Против рассмотрения в отсутствие моего подзащитного я не возражаю, но против рассмотрения в отсутствие ГИБДД я возражаю. Есть вопросы очень многие, потому что я заявлял в прошлый раз в податайство о том, что все-таки свидетели должны быть допрошены. И противоречия, которые имеются, должны быть устранены. Спасибо. Спасибо, присаживайтесь. Судья определил провести судебное заседание в отсутствие нелившегося лица, в отношении которого вынесено обжалуемое постановление Спицына и представителя административного органа. Явка представителя административного органа не признана судом обязательное в судебное заседание. Владимир Владимирович, вам разъясняется статья 25.5 Кодекса об административных правонарушениях. Вы вправе знакомиться с материалами дела, представлять доказательства, заявлять в ходатайство отвода, участвовать в рассмотрении дела, получать решение вынесенное по делу и обжаловать его. Вам права понятны? Да, понятно. Отвод судьи, рассматривающий жалобу, имеется? Нет. Ходатайства какие-либо у вас имеются до начала заседания? Кроме тех, которые были заявлены в прошлом судебном заседании, а именно в допросе свидетелей, которые не были допрошены в суде первой инстанции, в новом составе суда, у других ходатайств не имеется. Хорошо. Так, ходатайства вы еще заявляли о запросе в отделе полиции номер 2, сведения о вызове скорой медицинской помощи Спицу? Да, но чтобы показать, что человек находился все длительное время в плохом состоянии, ему дважды вызывалась скорая ИВС, то есть это помимо той скорой, которая выезжала в отдел полиции номер 1. Хорошо. Судом самостоятельно к данному судебному заседанию был направлен запрос в отдел полиции номер 1, в отдел полиции номер 2. Из отдела полиции номер 2 поступил ответ, будет оглашен судом. С учетом того, что ответ поступил, вы на своем ходатайстве наставите о запросе сведений в отделе полиции номер 2. Оглашен сейчас будет судом ответ. Исходя из того, какая информация предоставлена. Если там недостоверная информация предоставлена, естественно, я буду ссылаться, чтобы предоставили другую информацию. Хорошо. Оглашается ответ отдела полиции номер 1. Это дом 2, из дела 28, согласно которому... Спицын Станислав Сергеевич, 17 апреля 2023 года в изолятор временного содержания подозреваемых, обвиняемых, отдела полиции номер 1 УВД России по городу Мурманску, не помещался. В указанный период времени изолятор отдела полиции номер 1 был закрыт в связи со служебной необходимостью, согласно приказу УВД России по городу Мурманску. И оглашается ответ отдела полиции номер 2. Это дом 2, из дела 30. Спицын Станислав Сергеевич. Содержался ВВС отдела полиции номер 2 УВД России по городу Мурманску с 21 часа 30 минут 17 апреля 2023 года до 10 часов 55 минут 19 апреля 2023 года на основании протокола об административном задержании. На момент доставления у Спицына имелись телесные повреждения в виде садина, гематом на теле, лице, руках, лобной части головы. От него поступила жалоба на боли в районе телесных повреждений, вследствие чего ему была вызвана скорая медицинская помощь 17 апреля 2023 года в 22 часа 45 минут. После осмотра бригадой скорой помощи Спицыну поставлен диагноз множественные ссадины и раны лба справа. Абстинентный синдром, обусловленный приемом алкоголя. 18 апреля 2023 года в 11 часов 10 минут от Спицына поступила жалоба на боли руки. В 11 часов 49 минут 18 апреля 2023 года осмотрен бригадой скорой помощи установлен диагноз – ссадина левого локтевого сгиба алкогольный абстинентный синдром. Ответ подготовлен заместителем начальнику ВС отдела полиции номер 2 Бойко. Владимир Владимирович, у вас полнота ответа устраивает? Не устраивает. Я считаю, что данные люди, которые подписались под этим делом, отдали заведомо недостоверную информацию о диагнозе абстинентный синдром. Человек не употреблял алкоголь, и я требую вызвать их и допросить в качестве свидетеля. Кого допросить? А кто дал такой диагноз? Хочу выяснить, каким образом был поставлен диагноз человеку, который не находился в алкогольном объединении. Но это же не начальник ВС ставил диагноз, а не заместитель, а скорая медицинская помощь. Это информация из журнала вызова скорой медицинской помощи. Данная информация является недостоверной, потому что мне однозначно известно, что мой подзащитный алкоголь не употреблял ни в тот день, ни в другой день. Соответственно, вот эта фальсификация, которая происходит, должна быть пресечена. И вот эти медики, которые выезжали дважды по вызову скорой помощи, должны быть допрошены в качестве свидетелей. Я хочу у них задать вопрос, каким образом они установили алкогольное объединение данного гражданина. Потому что данный гражданин не находился в алкогольном объединении, о чем я уже неоднократно говорю. Мне оснований ему не доверять нет. Какое отношение находился ли спицам в состоянии алкогольного объединения или нет, имеет существо рассмотрения жалобы? Это имеет отношение прямое, потому что один из поводов для составления какого-либо протокола об отказе от медицинского свидетельствования, это наличие признаков. Мы этот вопрос очень подробно разъясняли, в том числе один из свидетелей, который приезжал на вызов в отдел полиции номер один, а именно Фельдш, дало показания о том, что запаха никакого не было, признаков никакого не было. Они имели непосредственный контакт с этим человеком, нашатырь ему давали и так далее. И потом нарисуются дополнительные какие-то справки о том, что якобы на месте ДТП какие-то признаки были. Да, мы этот вопрос выяснили, что в машине находились соответствующие, скорее всего, какая-то алкогольная продукция, и машина когда переворачивалась, он весь был в грязи, все там было по всей территории разброшено. Естественно, возможно, там какие-то вещества попали на него. Это даже не обязательно там какая-то алкогольная продукция, там разные средства у него были. Он занимается ремонтом соответствующих веществам, могли на него попасть, которые имеют выраженный запах спирта и тому подобное. Так, хорошо. Вы просите вызвать в судебное заседание заместителя начальника РВС отдела полиции номер 2 Бойко? Нет, я прошу вызвать в зал судебного заседания бригаду скорой медицинской помощи, которые в первый раз и во второй раз приезжали в РВС, чтобы задать им вопрос, каким образом они поставили данный диагноз. Я так понимаю, со слов сотрудников полиции, ни больше, ни меньше, потому что со слов сотрудников полиции, которые вызывали скорую помощь в отдел полиции номер 1, точно так же себя вели вот эти работники скорой медицинской помощи. Они еще не приехав на место, уже знали, что они едут на, скажем так, вызов привести в чувство человека, который находился в алкоголе. Это все зафиксировано. Эти показания давал свидетель, фельдшер. Потому что на мои прямые вопросы, что вам говорили, по каким поводам вызывали, там не было слова про ДТП, ничего. Там конкретно говорилось о том, что человек находится в алкогольном опьянении, надо там то-то, то-то, то-то. Ну, короче, нужно было подбить. Так хорошо, скажите, пожалуйста, медики, которых вы просите вызвать, они допрашивались судом первой инстанции? Нет, они не допрашивались. Я обращаю внимание, что суд первой инстанции проигнорировал мои ходатайства о том, чтобы допросить свидетелей, которые давали показания в предыдущем составе, чтобы устранить те противоречия, которые имеются. Потому что там противоречия и по регистратору были, и вообще по показаниям, и по побоям, и по всему, то есть по всей процедуре были большие противоречия. То есть судья, несмотря на то, что вы при предыдущем рассмотрении дела указали на то, что необходимо исследовать все вот эти процессуальные моменты, в соответствии с процессуальным законодательством, я думаю, судья в новом составе проигнорировала это и не рассматривала это все в совокупности, оценивая это соответствующим образом. А беря во внимание то, что там записано в протоколе, там не все, во-первых, было записано в протоколе, во-вторых, не были отвечены вопросы, которые мной были поставлены, именно не устранил противоречия. То есть кто-то из сотрудников полиции врет. Ну, я-то знаю, кто врет. Пожалуйста, свидетель коронавируса Табаева. Были допросы? Нет, не были. В мировом суде Мороз были допросы? Мороз был допрошен, это первый состав суда, это только Табаева. Это вот молодая фишка, которая говорила про то, что отсутствовали признаки алкогольного обвинения, о том, что каким образом вообще они приехали по вызову, что им говорили. Это все зафиксировано не только, скажем так, у меня в голове, это зафиксировано у меня на аудио, потому что у меня велась видеозапись, все это зафиксировано, эти показания. При желании я могу сделать стенограмму, дословно, как она произносила слова. Также у меня есть непрерывная аудиозапись. Полтора часа я делал допрос сотрудникой полиции. Полтора часа, понимаете? А судья Кузнецова этому моменту уделила ничего. Еще раз судья задает вам вопрос. Для установления каких обстоятельств необходимо вызвать судебное заседание медработников, которые первый и второй раз пребывали в отдел полиции номер два? Для установления того обстоятельства, что мой подзащитный не находился в алкогольном опьянении. А все вот эти справки о том, что он находился там в состоянии алкогольного опьянения, какой-то там абсинентный синдром, это все спальсифицированные доказательства. Любая информация расценивается как доказательство. Соответственно, вот эта справка, которая сюда предоставлена, должна быть проверена на достоверность, относимость и так далее. Соответственно, эту информацию может подтвердить только первоисточник. Вот мы должны задать вопрос этим работникам скорой медицинской помощи. Вы устанавливали такую диагноз? Если да, то каким образом? Ну, то есть там много цепочковых вопросов появится. Хорошо, спасибо. Я просто, уважаемый суд, хочу обратить внимание. Да, человек находился в неодекватном состоянии, с этим никто не спорит. Вопрос только, от чего он находился в этом состоянии. От ДТП и последующих побоев со стороны сотрудников полиции. Либо о том, в чем его пытаются обвинить. По заявленному защитникам ходатайства о вызове судебное заседание медицинских работников бригады скорой медицинской помощи, которая первый и второй раз вызывалась на... вызывал сводил полиции номер два МВД России по городу Мурманску отказать. В связи с тем, что... установление обстоятельств, находился ли спицын в состоянии алкогольного опьянения, таким образом, это установлено медработниками и отражено в документах, которые не заполнялись по вызову их в отдел полиции номер два. Данное обстоятельство не имеет отношения к рассмотрению жалобы на постановление мирового судья. Кроме того, полномочия по установлению признаков наличия у лица состояния алкогольного опьянения входит в полномочия сотрудников ИБДД. Так, в частности, протоколе об отстранении от управления транспортным средством ЛИЗДЛА-6 указаны сотрудникам полиции такие признаки, как запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, поведение несоответствующей обстановке, что и явилось основанием предложить спицыну пройти проследок медицинского учреждения для установления состояния опьянения. Владимир Владимирович, свое ходатайство о вызове в судебное заседание. Каких свидетелей еще поддерживаете? Кристофоле вы заявляли. Кристофоле, я так понимаю, допрашивался. Я просто фамилию уже не могу помнить, кто из них кто. Тюляев там, по-моему, был и Кристофоле. Кристофоле, это, по-моему, Примороз был в первом составе. Кристофоле, Толмачев. А, Толмачев, ну, возможно, я их тоже не путаю. Так, Толмачев это был при втором составе, да? Второй состав. Да, значит, Кристофоле, да. Кристофоле должен будет допросить. Вообще, они должны быть одновременно прийти и все-таки устранить те противоречия, которые имеются. Там очень серьезные противоречия. Когда допрос Кристофоле производился, Спицын присутствовал, я так понимаю, в судебном заседании, и вы? Да. Вы, все вопросы, которые у вас имели, задавали Кристофоле? На тот момент все вопросы, которые у меня были, я задам. Потому что, говорю, полтора часа, я задавал вопросы. Соответственно, я выяснил очень много обстоятельств. Очень подробно мы беседовали о том, каким образом велась видеофиксация, почему видеозапись прерывалась, почему она прерывалась именно в те моменты, когда наносились побои. Он дал признательные показания, что наносились побои. Ну, как бы, это и так очевидно. Даже при выключении видеозаписи, значит, видеозапись прерывается, человек находится без наручника, в нормальном состоянии. Через 4 минуты включается видеозапись, они заходят в камеру, и человек уже лежит в наручниках, уже плачет, в углу лицо прячет, в угол стены, и они начинают там вот это все демонстративно снимать серию, якобы они там разъясняют права и тому подобное. Естественно, никто права ему не разъяснял. Человек находился не в адекватном состоянии, они его лично сами приводили в чувства, и причиняя ему боль для того, чтобы он очухался, щипая его и тому подобное, за подбородок нажимая на болевые точки, провоцировая на то, чтобы он дал какую-то реакцию, либо словесную, либо физическую. Сотрудники опытные, они знают, как вести себя с такими людьми, которые себя плохо чувствуют. Они приводят это и снимают на видеозапись, чтобы потом сказать о том, что человек находился в адекватно-нормальном состоянии. То, что он реагирует, условно говоря, на свет, это не значит, что он находится в адекватном состоянии. Кажется, пожалуйста, какие противоречия в показаниях свидетелей Кристофоли Толмачева вы усматриваете? Кристофоли дал показания, что они наносили побои. Они его приводили к чувству, путем нанесения ему ударов по лицу, ладошками, как он пояснял. Но там не только, как говорится, ладошками это было, там были разные способы. Но для того, чтобы это было не зафиксировано, они умышленно выключали свой дозор. Причем дозор находился у Толмачева. А Кристофоли очень долго там доказывал, что дозор находился у него, почему он выключал, поговорил про какую-то неисправность, ну то есть сочинял. Я специально очень долго его опрашивал на эту тему. А потом, когда Толмачев оказался в суде, я ему задавал точно такие же вопросы. Он говорит, нет, дозор находился у меня, он был исправлен и все тому подобное. Хотя у него была возможность. Я 100% смотрел аудиодопрос своего коллеги. Он пошел на то, что он начал давать абсолютно другие показания. То есть эти сотрудники полиции даже между собой договориться не могут, чтобы давать какие-то одни показания. Он говорит о том, что там про какую-то дверь он там что-то хлопнул. Вы понимаете, человека доставляют из больницы. В машине есть видеорегистрация, там стационарно размещена. И мы не можем получить эту видеозапись. Вообще понять, почему, что он говорил, что там происходило, почему они наносили такие зверские побои. Ведь видео с них дозоров начинается с того, что человек лежит на асфальте, в наручниках, ему ломают руки. Руки и ноги в буквальном смысле ломают. Он орет там матом, призывает людей, говорит, убивают, кричит. И они никак не реагируют. Там даже женщина какая-то по голосу. Я, условно говоря, даже слышал все это событие. Я потому что живу через дорогу. Но я когда схватил телефон, чтобы это заснять, я просто не успел. Его затащили в отдел полиции. То есть человека уже явно по пути следования в отдел полиции что-то серьезное произошло. И почему нету видеозаписи? Почему нету видеозаписи? У них видеозапись с регистратора в автомобиле непрерывно должна работать. Это не наручный, не нагрудный дозор и тому подобное. Вот там должно быть все прояснено. Может быть, они ему угрожали. Может быть, там зафиксировано, как они его избивали и тому подобное. Может быть, вот это то, что у него на голове, там это садина. Может, это ему они нанесли. Я же не знаю, что, чего, как это происходило. Почему человека вообще увезли из больницы? Почему увезли? Человек находится явно, видно, не в адекватном состоянии. В материалах дела есть. Нету документов, подтверждающих, что он где-то подпись свою оставил. О том, что он там согласен, отказывается от осмотра и тому подобное. В материалах дела есть справка нейрохирургов, согласно которой списан отказался. Уважаемый суд, вот эти справки, мы видим, какие они справки представляют. Они рисуют их. Есть требования закона. Он лично должен поставить справку. Если человек поставит подпись. Если человек не может подпись поставить, значит, собирается соответствующая комиссия. И с актом это как-то фиксируется. Но сам факт, что человек не может отдавать себе отчет, расписаться и тому подобное, уже говорит о том, что он нуждается. Без дела 151. Осмотр нейрохирурга. Врач Сайотова, Наталья Станиславовна. Время осмотра. Начало осмотра 17 апреля 23-го, 9.48. Конец осмотра 17 апреля 23-го, 10.00. Жалобы. От медицинской помощи, от осмотра врача, МСКТ. Исследование отказался. О возможных последствиях отказа предупрежден. Подписал письменный отказ. Отказ оформлен консилиумом врачей. И диагноз сухожильный рефлекс. Уже он в суд. Да нету этого ничего. Никакого консилиума нету. Там есть отрывки видеозаписи. Там видно, что сотрудник полиции оказывает давление. И говорит, что он, сам сотрудник полиции этим занимается. Какой консилиум? О чем вы говорите? Это все соснято. Владимир Владимирович, относительно событий административного правонарушения, какие противоречия имеются в показаниях свидетелей инспекторов ГИБДД? События. Значит, Христофолия прямо, косвенно дал показания о том, что они причиняли боль, они заставляли, пытались привести в чувство, они пытались составить протокол с человеком, который находится не в адекватном состоянии, не в сознании и тому подобное. Да, временами он приходил в чувство, более того, он даже сформулировал мысль, что он нуждается в адвокате, в защитнике. Это на видео все зафиксировано, но они вырезали эти куски. Я не знаю, почему они это в суд ошибочно, может быть, предоставили, а не только последний файл, где у них более-менее красиво заснято. Там же много фрагментов, я говорю, они неоднократно снимали один и тот же фильм о том, как якобы кто-то отказывается от метод свидетельствования. Не отказывался мой подзащитный от метод свидетельствования. Он просил защитника. Я ссылаюсь на разрешение конституционного суда, что разъяснить права недостаточно. Сотрудники полиции обязаны создать условия, обеспечить. На видео четко видно, что он говорит, что у меня телефон разряжен. Защитника, защитника. А Долмашев в суде говорит о том, что мы ему предлагали телефон. Но почему-то на видео это не зафиксировано. Какой телефон они предлагали? Мне прийти туда 5 минут максимум, чтобы одеться, спуститься и прийти. Он мой телефон знает. Этот человек, который попал в эту ситуацию, меня хорошо знает. И телефон он у него есть, и знает, что я эти услуги оказываю и так далее. Естественно, я бы пришел, и было бы все в рамках закона. По крайней мере, я бы проследил, чтобы на него не оказывали это давление. Потребовал бы надлежащую помощь, чтобы оказали. Чтобы не так вот пришли медики, со стороны посмотрели, развернулись и ушли. Это все на видео зафиксировано, уважаемый суд, это на видео зафиксировано. Как медработники оказывали, якобы, в кавычках, оказывали ему медицинскую помощь. Меньше минут это происходило. А, да, 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 хорошо, а, да, то, 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 да. Все, сами с собой поговорили и ушли. Уважаемый суд, нужно рассматривать это в совокупности и вызывать одного инспектора, потом другого. И пускай они дают показания конкретные, четкие, в конкретном направлении. Это все-таки наносили попои, не наносили. Все-таки давали ему возможность вызвать защитника, либо не давали. Уважаемый суд, с момента, как человеку разъясняют права, а они клянутся, что права разъясняли, ну, да, зачитали, это на видео зафиксировано, там, зачитали, но не разъяснили. Я же еще разъясняю. Человек лежит избитый в наручниках за спиной, с головой отвернутой к стенке в угол и плачет. Это зафиксировано, при звуке сильно увеличить можно услышать, он рыдает так, понимаете, задрыхается, потому что ему, скорее всего, поддыхно давали, чтобы сговорчивый был. И это неисправность дозора, почему именно 4 минуты он не зафиксировал. Это целенаправленное было избиение человека для того, чтобы он был сговорчив, чтобы подавить его волю к сопротивлению, чтобы он подписал все, что им нужно. Вообще он их утомил уже со своими вот этими вот терянием сознания и тому подобное. Они к этому как расценивают? Они продолжают сейчас говорить о том, что он притворялся. Уважаемый суд, вы посмотрите то видео, которое в суде первой инстанции не осматривалось. В каком состоянии автомобиль? Свидетели, которые говорят, да он чудом выжил. Это вообще чудо, что он остался жив. И водитель дал показания. Я не могу сказать, что он был пьяный, непьяный. Да, запах был, да, но кругом валялись вот эти бутылки, вот это все с автомобиля было высыпано. Так, хорошо, спасибо. Присаживайтесь. По заявленному ходатайству защитникам о вызове судебное заседание свидетель инспекторов Кристофолии Толмачева для устранения имеющихся противоречий, которые предполагает наличие защитника, судья определил удовлетворение данного ходатайства отказать. В связи с тем, что обстоятельства, которые, противоречия, в которых просят установить защитника, именно наносились, побои не наносились, каким образом работал дозор, каким образом работал видеорегистратор в машине, в транспортном средстве, которым Спицын доставлялся в отдел полиции. Таким образом рассматривался вопрос об обеспечении Спицыну защитником. Данные обстоятельства, они имеют отношение к событию административного правонарушения, совершение которого обменяется Спицыну. Кроме того, судья учитывает, что свидетель Кристофолия был допрошен мировым судьей в судебном заседании 6 июня 2023 года. В данном судебном заседании принимали участие как сам Спицын, так и его защитник Мамай. Они не были ограничены во времени и возможности задавать все интересующие вопросы свидетелю Кристофолию. Свидетель Толмачев также был допрошен мировым судьей в судебном заседании 6 сентября 2023 года в присутствии защитника, который также имел возможность задавать вопросы Толмачеву, указывая о том, что данный свидетель им допрашивался в течение полутора часов. То есть возможность задать все интересующие вопросы и ограничения во времени у защитника не имелось. Владимир Владимирович, у вас еще ходатайства какие-то имеются? Уважаемый суд, хочу все-таки возражение сделать небольшое. Все-таки я говорю не о том, что была у меня возможность их допрашивать, не было. Вопросов нету, да. Я имел возможность без ограничения по времени, ну особо без каких-то перебиваний со стороны судьи, мороз там и тому подобное, снятие из вопросов там каких-то. Я имел возможность полтора часа задавать вопросы. И имел нормальную возможность задавать вопросы второму инспектору. Вопрос не в том, как долго я с ними и какие вопросы я ему задавал, имел я возможность, а в том, что противоречия в их показаниях, которые не устранены, и устранены быть не могут ни в данном судебном заседании, пока не будут допрошены одновременно данные сотрудники полиции. Потому что я считаю, что, и не то, что я считаю, процессуальное законодательство говорит о том, что вы устанавливаете вину какого-либо человека, нужно исследовать и другие, иные обстоятельства, условно говоря, которые привели к этой ситуации и тому подобное. нужно вообще исходить из того, что нужно полную картину иметь. Это очень важно, наносили сотрудники побои или нет. Это очень важно, в каком состоянии он находился. Потому что если мы смотрим в разъяснение Верховного Суда, суд же на это обращает внимание. Если человек находился в таком непонятном состоянии, ну естественно никто дышать не будет. Если у человека сломаные ребра, он не будет дышать. Но у нас до такого доходят, что люди обращаются, говорят, что заставили дышать в трубочку человеку, у которой сломаны ребра и тому подобное. Биологические жидкости берутся у такого человека, который находится не в адекватном состоянии. А человек находится не в адекватном состоянии. Мы это видим, на видео, это четко видно. Владимир Владимирович, судья вынес определение по вашему ходатайству. У вас еще какие-то ходатайства имеются? Так, ну у меня есть ходатайство, соответственно, жалобу огласить, которая была подана, желательно так, чтобы хорошо было зафиксировано. Я уже потом отвечу на вопросы, если будут вопросы какие-то. Может быть, какой-то вопрос более подробно раскрою. Я почему хочу, чтобы вы сами огласили? Чтобы, когда я буду говорить, вот у меня сложилось впечатление в предыдущих судебных заседаниях, в других даже делах, что судьи иногда просто летают в какой-то прострации, они не слушают даже, что им говорят. У меня создается такое впечатление, что им неинтересно, они уже приняли какое-то решение, заранее им известное. Я откровенно считаю, что сотрудников полиции прикрывают, отмазывают. И не имеет значения там, мы подзащитные. Потому что на чаше весов стоят вот эти, судьба вот этих сотрудников полиции, и там какой-то человек, который имеет там какую-то историю, судимость и тому подобное. Так к любому человеку нужно относиться нормально. И не вести себя таким образом, как вели себя Толмачев и Кристофорин. Он бравировал этот Толмачев в предыдущем судебном заседании, что он не уволен. Пытался смеяться. Понятно, смех у него был нервный, о том, какой он герой. Что чуть ли не наградили его за это. Так, уважаемый суд, я хочу, чтобы все-таки вы вникли в это дело, и отнеслись к нему с точки зрения объективности, и заранее не становились на позицию данных сотрудников полиции, которые имеют такой ресурс, такое давление, что они его оказывают даже сейчас. Так, хорошо, посаживайтесь. Оглашается жалоба. Постановление мирового судей судебного участка номер 5 Октябрьского судебного района города Муроманска от 18 сентября 2023 года. Спицын привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением наказания в виде административного ареста сроком на 14 суток. Не согласившись с указанным постановлением мирового судей, защитник Спицына обратился в суд с жалобой, в обоснование которое указало, что сотрудники полиции Толмачев и Кристофоли грубо нарушили право Спицына на защитника, поскольку медицинское свидетельствование на состояние опьянения должно было осуществляться с обязательным участием защитника, для чего сотрудники полиции обязаны были обеспечить возможность вызвать защитника. Уважаемый суд, я понимаю, что вы сейчас излагаете свою точку зрения на данное событие. Я еще раз повторяю. Я хочу, чтобы вы огласили так, как написано мной. Можно я закончу фразу? Можно я закончу фразу? Уважаемый суд, я хочу, чтобы вы огласили так, так, как написано мной, а не совершать подмену понятий. То, что вы сейчас уже сказали, я такого жалоба не писал. Я вас очень сильно прошу, если я говорю мысль, не надо мне перейти. Владимир Владимирович, судья вам говорит о том, что обязанность у суда оглашать полностью вашу жалобу не нет. Если вы хотите, вы можете ее зачитать самостоятельно. Суд оглашает основные мысли, жалобы. Уважаемый суд, я поэтому и обращаю ваше внимание. Не надо под аудиозапись ваши мысли оглашать, которые не соответствуют содержанию моей жалобы. Я вот это на это прошу. Если вы хотите донести до меня, для тех людей, которые будут слушать данное судебное заседание, если вы хотите донести суть рассматриваемой делой, то изложите, пожалуйста, жалобу в моей редакции, а не в вашем понимании. Вот то, что вы уже начали оглашать, это уже не соответствует действительности. Не такие доводы у меня понизложены. Согласно жалобе, защитник просит, отменить постановление мирового судей судебного участка номер 5 Октябрьского судебного района города Мурманска от 18 сентября 2023 года и производство по делу в административном правонарушении по статье 12.26 КАПРФ в отношении спиц на прекратить и с отсутствием события административного правонарушения по пункту 1, часть 1, ст. 24.5 КАПРФ. При этом защитник ссылается на часть 1, часть 3, ст. 1.6 КАПРФ, часть 3, ст. 26.2 КАПРФ. Пункт 2, часть 4, ст. 28.1, часть 1, ст. 25.1 КАПРФ, часть 4, ст. 29.6 КАПРФ. И полагают постановление мирового судья незаконным. Указывают о том, что пассивного отказа Спицына на прохождение медицинского свидетельствования на состояние опьянения не имелось. Владимир Владимирович, вы поддерживаете доводы жалобы? Я поддерживаю, вынужден буду вам предоставляться слово пояснить, потому что я считаю, тот доклад, который вы сделали, все-таки он не отражает суть проблемы. Я буду прямо по порядку, как у меня написано. Первый абзац. Материалы дела и показаниями свидетелей установлено, что Спицын в установленном законопорядке не отказывался от прохождения медицинского свидетельства в состоянии опьянения. Его не направляли на это свидетельство, что вытекает из нижних следующих. Вот давайте просто посмотрим видеофайл. Там нету отказа. Там нету даже предложения ему пройти медицинское свидетельствование. В последнем файле, вот этот непрерывный файл, ему предлагали пройти медицинский осмотр с работниками скорой помощи. Вот даже если формально цепляться за тот видеофайл, который они предоставили. Последний, потому что если мы берем время в протоколе, время, которое на регистраторах и так далее, там нету самого события, что ему предлагают пройти медицинское свидетельствование. Данную видеозапись вы просматривали? Просматривали? Так меня поэтому и удивляет, куда у нас судьи смотрят. Вы желаете видеозаписью просмотреть или какой-то определенный эпизод из него? Уважаемый суд, я желаю просмотреть тот файл, который относится к сути дела. Вы готовы назвать? Последний файл, конечно. Самый последний по времени файл. Им зафиксировано, что приезжают сотрудники скорой помощи, пытаются ему оказать помощь, приводят его в чувство с помощью нашатыря. Условно говоря, через 40 секунд выходит из камеры. Остаются сотрудники полиции, начинают его приводить в состояние, уже сами ему пихают этот нашатырь. 20 секунд, я засекал, я засекал. 20 секунд держат нашатырь у него в носу. Там слизистую оболочку можно все что угодно сжечь. Да, он очухивается на это время. Понятно, у человека ушах звенит, он себя вообще ужасно чувствует. Он говорит, не слышу, не слышу. Так, это в какой момент вот эти действия производили сотрудники полиции? Ну, я так понимаю, на основании которого они составили протокол. Я не скажу по времени. Разница по времени, я устанавливал из других файлов о том, что разница по времени 6 минут. То есть время, которое указано на регистраторе, оно соответствует действительности плюс или минус 6 секунд, минуты уже не помню. Поэтому я в суде обращал внимание, что в протоколе указано одно время. Еще раз, нашатырь подносит на каком этапе? На этапе составления протокола? Протокол там вообще не составлялся. Никакой протокол не составлялся. Ему не предлагалось, чтобы он расписался. Человек в наручниках находится, вы понимаете? Но это очевидные вещи, я не понимаю, почему. Еще раз вопрос. На каком этапе нашатырь подносили к носу Спицына? Рассказываю, длится как сюжет. Там минуты 4, наверное, не больше. Включается видео. Приходят два фельдшера. Сотрудники полиции открывают камеру, в которой находится. Там лежит Спицын в наручниках. Заходят сотрудники скорой помощи. Тот, кто с дозором, в этот момент отходит. В надежде, что не попадет тот момент, который будет фиксировать, как его приводят чувства. Но неважно, следитель дал показания, как они приводили чувства, и по звуку слышно. Приводят они его в чувства следующим образом. Вот эта молодая девушка открывает этот пакетик с нашатырем, ну и дает ему нюхать. Все, таким образом он приводит чувства. Он, соответственно, открывает глаза, они ему помогают встать. Он в ответ говорит о том, что кто вы. Он не понимает вообще, что вокруг происходит, в каком ситуации он находит. Ну, представьте, несторонне всего вы просыпаетесь от того, что вас кто-то трясет, и там что-то вам нос ссылает, и что-то начинает говорить. Понимаете? Даже человек в нормальном состоянии будет неадекватно на это реагировать. В итоге, вот, они пытаются ему объяснить, мы скорая помощь, мы пришли помочь, там вот это все. Вот. Потом он говорит, давайте, если это наручники, и так кто-то говорит, снимите с него наручники. Снимай с него наручники. А, перед тем, как его поднять, он не сразу поднялся, это они уже его подняли. А, нашатырёв привели его в чувство, и фельдшер другой, там, более возрастная дама, скажем так, начинает его пихать, понимаете? Человек после аварии, сидит в снегах, она его начинает, ну, приводить в чувство, уже физически, руками, понимаете? Соответственно, он в ответ реагирует, еле-еле, как только может. Зачем вы меня толкаете? Он там чуть ли не плачет. Давайте посмотрим вот это видео. Вернёмся к вопросу о том, это на каком этапе производили здесь. На моменте составления протокола направления на медицинского свидетельства, на моменте составления протокола об административном правонарушении, когда? Уважаемый суд, я не знаю, когда. По времени, когда было указано? Вы же говорите, что там велось время, и время было видно. Давайте я вам примерно скажу. Ну, в принципе, у меня же всё уже написано, сейчас ты покажешь, я сейчас открою, я же возражение, когда я подавал, тут у меня стенограмма даже приводится, стенограмма, я специально не поленился, весь их разговор переписал. Сейчас, секунду. так, значит, вот последний файл, окончание на 12.49, вот в деле есть вот эти вот возражения, называется возражение на протокол об административном правонарушении, какой-то мы это сделали, я не знаю, 22 мая, это ещё в суде первой инстанции мной давалось, и вот здесь я пишу, спирсинг приходит в сознание о действии на шатыря, видно, это я описываю, что происходит на видео, вот на самом деле, что угадать, я вам сейчас зачитаю, что происходит. Видно, как у одного фельдшера в руках на шатырь, при этом другая говорит, ну-ка, давай вставай, поднимайся, мы нужны тебе, вставай, не боли, вставай, всё хорошо у тебя, значит, напишем отказ. Сотрудники полиции снимают наручники, фельдшер опять продолжает, давай, нас вызвали, мы что, виноваты, что ли? Давай посмотрим, надо поможем, нет, не надо, значит, тебе не нужно. Напиши отказ, ничего плохого не делаем с вами, надо посмотрим вас, не болит ничего, до свидания. Что ж теперь сделаешь, давай садись, садись, я говорю, ну, те, кто уж, ну, не, ну, не такой уж, ты пьян, дорогой, не надо косить, вставай, садись. Далее хватает его за руку, которая после снятия наручников продолжает находиться у него за спиной и толкает его в корпус, причиняя этим действиями боль спицы, на которую, к этому времени уже вновь потерял сознание и никак не реагирует на происходящее. Спицын кратковременно приходит в сознание, садится и, не понимая, что происходит вокруг, него неоднократно спрашивают, зачем меня, зачем меня трогаете, вы вообще кто такие? по выражению лица и поведению видно, что спицын сильно контужен после ДТП и не совсем понимает происходящее. Далее он ложится на скамью и вновь его сознание отключается. Вечера выходит из камеры, а сотрудники полиции пытаются привести спицына в чувство, удерживая у него перед носом на шатырь. Через 20 секунд спицын, вот на шатыря приходит сознание, но, находясь в предобрачном состоянии, плохо слышит. В итоге все выходят из камеры и сотрудники полиции идут брать объяснение фельдшера. Вот. Все, что там происходило. Это происходило, я говорю, в течение максимум минуты. Вот они зашли, сымитировали, якобы, ему должны были оказать помощь, ничего ему не оказали, развернулись и вышли осоставлять документы, брать объяснения, протокол об административном показании, составляли. Вы представляете, что сказал Тавлачев в предыдущем судебном заседании, о чем Кристофолий не говорил. Оказывается, он, мой доверитель там, извиняюсь, нагадил, в туалет сходил в камеру, понимаете? А протокол, который якобы они ему дали, он его то ли съел, то ли еще что-то, понимаете? Хотя Кристофолий говорил о том, что они его в карман положили, а когда они поняли, когда я начал говорить о том, что так если у него в кармане, есть этот протокол, который якобы они должны были ему вручить, значит, в ВВСе у него он должен был зафиксирован, там раздевают до трусов, полностью человека раздевают, то есть там все фиксируется, цепочка, колечко, мелочи сколько, какие документы при нем, все фиксируется. И вот он придумал эту историю, про то, что он у них там, оказывается, испорожнялся в камеру. Ладно, Владимир Владимирович, по поводу видеозаписи, имеющихся материалов дела, вы просите просмотреть в судебном заседании последний? Да, последний файл, потому что он единственный бьется по времени с протоколами. Видеозапись должна быть непрерывной. Другие записи, которые на данном диске имеются, вы просите просмотреть в настоящее судебное заседание, если имеются? Я прошу просмотреть тот файл, сейчас я назову какой именно, где у них была первая серия. То есть я говорю, они снимали фильм. Фильм о отказе от мета-свидетельствования. Но у них постоянно что-то не шло. В первой серии у них не получилось, потому что он требовал защитника. Они решили аннулировать эту серию. Но почему-то эту серию предоставили в судебном заседании. А во второй серии они вообще толком ничего не сделали. Так, последняя серия. Правильно? Да, последняя серия. Потому что, вот давайте я вам зачитаю, как шел диалог в первой серии. Так, это у нас получается... Так, где тут номер файла? Ну, давайте я зачитаю. Вот, значит, сотрудник полиции, Станислав Сергеевич, поднимайтесь. Он отвечает, что надо. Сотрудник, мы побеседуем. Подзащитность. Что? По ДТП. Другой. По ДТП мы побеседуем. Смотрите, Станислав Сергеевич, опрессовываю ситуацию. Так как в ДТП были пострадавшие, вам необходимо пройти освидетельствование состояния. Другой, ну, дополнение. То есть, они там другушки перебивают, а кто что говорит, непонятно. Опьянение. Разъясняю вам положение 51-й статьи Конституции. Имеете право не свидетельствовать против себя, родных и близких, круг которых подчерчен законным, настоящим федеральным законом. Знаете, да, 51-ю статью? В ответ что-то там неразборчивое я так и не смог услышать. Хорошо. И статья Кодекса административного 25.1. Что? Имеете право знакомиться с материалами дела, заявлять ходатайство, отводить, пользоваться услугами защитника. А также статья 17.9 административного кодекса, предусматривающая административную ответственность за задачу ложных показаний по ДТП. Объяснения какие-то давать будете. То есть, во-первых, он тут уже как статью просидеть, или, говорит, запугивает, что там какая-то ответственность. В ответ, значит, нет никакого ответа. Дальше сотрудник полиции. Отказываетесь, да? Понятно, значит. То есть, вы уже выводы делать, отказываетесь. Значит, так как у вас признаки опьянения не наблюдается запах алкоголя изо рта, неустойчивость козы и поведения не в соответствующей обстановке, вам предлагается пройти медицинское свидетельство с помощью приборов алкотектор в Ростокомбе на месте здесь. Будете проходить? В ответ, что-то неразборчиво. Так, значит, смотрите. Перед тем, как задать этот вопрос, еще раз, я вас отстраняю от управления автомобилем Форс Фокус Ана 431 Роман Роман 51 Регион. Так как у вас имеются признаки опьянения до проведения освидетельствования до этого опроса. Я вас отстраняю от управления данного автомобилем за устранение причин. Также у вас выяснили, что водитель спецкого вы не имеете, не получали. Все верно. Мой подзащитный, где мой адвокат? Ему в ответ игнорируют. Живете вы где? Повторно задает вопрос. Адвокат мой где? Живете вы где? Проживаете? Адвокат мой где? Раз, два, три. Три вопроса задает. Три игнора. Дальше, значит, ну звоните адвокату. Телефон же у вас есть. Можете звонить? Вас же никто. И мой подзащитный. Телефон. Телефон сел. Телефон сел. Понятно. Понятно. Он радостный, довольный. Телефон у него сел. Право-то у него есть, а воспользоваться он им не может. Значит, неразборчиво. Понятно. Так живете где? Скажите. Они продолжают свое, понимаете? Им плевать на его права. Он плевать на вот это вкусно-ходатайство. Дальше он говорит, понимаете, он себя ведет адвокатом, говорит, 51-я статья. То есть говорит о том, что он не будет давать вот эти вот объяснения на его вопросы отвечать без адвоката. Полицейский. В Мальчегорске проживает. Он продолжает свое. Ему сказали, что они свое давят, давят. И морально, и физически потом это все будет делать. Он им отвечает. Вы что, плохо слышите? Ну, про место жительства тоже не будете указывать? Опять, вы плохо слышите? Вы будете место жительства указывать? Вы плохо слышите? Владимир Владимирович, я вас немножко перебью. Это вы читаете из возражений, лист дела 40, 48. Возражения на протокол, правильно? Да, да. Эти большие, так сказать, возражения. Судья ознакомилась с данными возражениями, поэтому вычитывать их необходимости не имеется. Я хочу обратить внимание, что здесь четко зафиксировано в этой серии, которую они снимали, что они фиктивно относились к правам моего доверителя. Фиктивно. Более того, он нуждался, понимаете, нуждался в защитнике. О чем? Однозначно это следует из того диалога, который происходил. Но как реагировали сотрудники полиции? Как реагировали? Игнорировали просто. Послушайте, уважаемый суд. На тот момент он более-менее мог еще как-то отвечать, как-то пытаться. Но понятно, только что его перед тем, как туда завели, создали такую ситуацию, что он находился в громадном состоянии адреналина. Это на видео зафиксировали. Ему ломали руки, понимаете? Вот у него руки были застегнуты за спину. Вот я даже вот свести их толком-то не могу. Ну, комплекции, видимо, не позволяют. Так вот, ему один человек брал эти руки, задирал вверх, а другой становился на ноги. То есть человек лежит на асфальте, вот так вот лицом на это, это после ДТП. И ему просто пытку создают, понимаете? Ну, это надо один раз увидеть. Так. Все, поведу запись. Нет, я сейчас попытаюсь найти. Я тут, в смысле, сбился. Значит, про адвоката я обратил внимание на это. Еще такой момент. Мы этот вопрос тоже обсуждали. В решении об этом отражено было. что он заявил отвод. Понятно, что он его заявил устно. То есть вот после того, как вот эти четыре минуты произошло, произошли его избиения. Он набрался смелости, мужества и сказал, отвод, отвод. Мой адвокат докажет. Ты, давай, тебя он зачитает. Значит, полицейский поднимает спицыно. Значит, это файл, который заканчивается на 12.08. Это тоже все у меня описано. Значит, сотрудник полиции. Вот, давайте, видео прерывается с 12.04.42 до 12.08.47. Скобочка. На 4 минуты 5 секунд. Вот, это не прерывается видео. Это не искусственно выключает дозор. Выключает этот дозор, естественно, тот человек, у которого находится этот дозор. Это Томбачев. Это не Кристофорий выключает, который нам в судебном заседании пытался ввести в заблуждение, что у него был дозор, как он там, то лампочка погаснет, то потухнет, там такие сказки рассказывал, как Соловей запитопел. А именно Томбачев это делает. Который устраивал эту пытку, который брал ему пальцами за подбородок, вот так вот, лицо поднимал. Понимаете? Это гестаполис. Это не сотрудник полиции. Он не имеет права вообще к нему руками прикасаться. Уважаемый суд, я обращаю на это внимание. И мое мнение поддержит большинство людей, которые видели своими глазами эти видеозаписи, которые они сами предоставили в суд. Так вот, указанный промежуток времени в эти четыре секунды они успели ему надеть наручники, надевать ему поддых, сделать им соответствующую угрозу, потому что я откуда это делаю? Потому что видно, что перед тем, как наручники отключились, он был, видео отключилось, он был без наручников. Сама ситуация, почему они надели ему наручники, там тоже понятно. А понятно, что, знаете, как это называется? Он просто взбесился. Там, в общем, взбесился. Он с ним разговаривает, а тут вот так вот, как кисель, лежит вот так вот так все. Нигадир. Он ему больно делает. Он его по лицу убьет. Второй он ущипается рядышком, понимаете? Ну все он не делает. Извиняюсь, а вот эта до буквы С не очухивается, понимаете? Взбесился он, конечно. Сделали я не больно. Так он даже не поднимает головы под защитный список. Он вот так вот просто как сзади пытается просто отмахнуться, как в отзоре мухи. Ни угрозы там никакой не было. Ни угрозы там никакой не было. Он просто пытался убрать руку вот этого человека из своего лица, что он ему просто не делал больно. Да вот этот вот взбесился от этого. Он прямо-то выражает, как ты поспел мою руку, еще раз попробуй мою руку убрать. Уважаемый суд, послушай, а я вам говорю, я вам говорю, что они там делали то, что им надо. Они сфабриковали этот протокол. Так он взбесился и говорит, как ты поспел мне руку это отобрать, откинуть там, отодвинуть и тому подобное. Выключил дозор, выключил дозор, понимаете? И начинают избивать человека. Да, они недолго его там били, потому что там чем убить там? Он там наручники, понятно, залавали, одели там, бодых надавали и все. И через 4 минуты, такие, как ни в чем не бывало, заходят, якобы вот, только вот пришли к нему составлять протокол. Но они не понимают, что на видеорегистраторе времена, время-то фиксируется, что между тем, как он ему угрожал, сейчас я тебе сейчас сделаю, выключу дозор и надел наручники, и тем временем, как они делают вещи, что заходят, прошло совсем 4-мало времени. И видно, что человек еще не очутался, понимаете? Он задыхается и плачет в камере. Почему судьи на это не обращают внимания? Владимир Владимирович, все по видеозаписти. Так вот, после того, как он, понимаете, я хочу обратить внимание, во сколько это должны быть садистские наклонности, понимаете? Вот после того, как он за лицо трогал этого человека, делал ему больно, после того, как он наделил на него наручники, и он продолжает опять его за лицо трогать, понимаете? Это, знаете, это закон прямо запрещено. обращение такое унижающее человеческие достоинства, вот это жестокое и тому подобное. Это прямо запрещено. А он это делает. Он знает, что этот человек даже рукой не сможет теперь ничего обмахнуть от него, от лица, и он продолжает его за лицом, вот это вот, за подбородок, вот так вот. Владимир Владимирович, судя вам разъясняет о том, что данные действия сотрудников полиции можете оспорить в одном порядке. Да какие у него порядки надо здесь рассматривать, это иные обстоятельства, которые имеют значение, потому что они проверятся, понимаете? Они говорят о том, что вот если сейчас устоит это дело, да нам ничего не будет, там медали дадут. Мы преступника поймали, какими способами и методами и не имеют значения. Вы еще по видеозаписи желаете высказаться? Я высказываюсь, да, я хочу обратить внимание, что человек набрался смелости, наконяясь в замкнутом пространстве, в беспомощном состоянии, в присутствии двух сотрудников полиции, ни одного свидетелей нету, ни защитника, ни понятых нету, никого нету. Он набрался смелости и сказал, заявляю отвод, отвод письменный. Сотрудник полиции удивлен. Что? Неразборчиво. В протоколе отстранения расписываться будете? Отвод принимаете. Отказ от подписи фиксируют. Фиксируйте, мой ВК это докажет. Понимаете? Они просто, они делали то, что им нужно. Они делали то, они игнорировали все. Так самое интересное, вот эти вот, то, что он, я как бы заявил отвод, они понимали, что это попадает в эту серию, они уже вынесли определение об отказе удовлетворения от ввода. Да, в протоколе он не указан на это определение. Материал в теле это появляется. Это о том, каким образом вообще составлен административный материал. Я не просто так ссылаюсь на статью 26.2, часть 3, где сказано, что в соответствии с этой статьей не допускается использование доказательств по делу в днестремлеме правонарушения, если указаны доказательства полученные с нарушением закона. Должно быть четко, по процедуре все сделано. А если там какие-то доказательства получаются таким способом, причинением физической боли, унижением человеческого достоинства, принуждения к чему-то и тому подобное, это доказательства получены незаконно. Если он под угрозой даже там чего-то подписал, какой-то отказ, понимаете, это не может надлежащим доказательством быть. Вот там мне недавно обращают, обратилась женщина из другой региона. С человека взяли подпись и направили его домой за 80 тысяч взятки, понимаете, сказали, что вот бабки привезешь и все про таковы нужно. Я вам объясняю, что то люди полиции работают, понимаете. Относитесь к ним не как ангелов, а как люди, которые уже знают, как с кем работать. Это не славая Владимир Владимирович не могу себя так вести, а с другими людьми они ведут себя и по-хамски, и нарвая, и угрожая. Давайте обратимся к вашей жалобе. Согласно части 1, части 3 статьи 1.6 на которую все суды ссылаются, когда отменяют вот эти незаконные постановления сотрудников полиции, мировых судей и тому подобное. Лицо привлекаемое к административной ответственности не может быть подвергнуто административное наказание и мера обеспечения производства по делу вественном правонарушении не начи как наставание и в порядке установленных законом. При применении мер административного принуждения не отпускается решение действия бездействия унижающих человеческое достоинство. Вот. Это грубейшее нарушение этой статьи. Как себя вели сотрудники полиции? они наносили побои о чем сказал Кристофорий. Это на видео зафиксировано. Они там ему так сказать доброчебную помощь оказывали на шатырём и тому подобное. Чувства приводили. Наручни как они протокол составляли. То оденут, то снимут, то пытают, то не пытают, то угрожают, то не угрожают, то игнорируют, не гнорируют. Они должны реагировать на любое ходатайство. В данном случае даже ходатайство может быть заявлено и устно. Потому что человек физически не может писать. Не на отдельном листочке, у него нет ни ручки, ни листочка, не в протоколе. У него то же самое нету. Листочки, ему никто не обеспечил эту возможность. Но если он хотя бы устно сказал я нуждаюсь защитник и демон адвокат и тому подобное, вы должны это сделать. Уважаемый суд, нету. аналогия этих дел, рассматривалось это все. Но мы просто берем протокол, в котором не зафиксирован факт отказа. Нету его, понимаете, а слова нету. В протоколе на листочке оседлительства направления должно быть написано право согласен не согласен. Согласен либо не согласен. Уважаемый суд, нету. Верховный суд обратил на это внимание, отменил постановление. Судьба любого постановления, которое дойдет до этого суда, ждет такая же судьба, если устоит от этого. Пожалуйста, Спицын устно высказывал сотрудникам полиции, устно высказывал согласен или не согласен. Уважаемый суд, я же на это обращаю внимание. Кристоф Вориш говорил, как? Вот они посчитали его молчание пассивным отказом. Но Верховный суд разъясняет эту позицию, почему мировая судья пустякова. Скажите, пожалуйста, я опечатаю. не давал свое согласие или не согласен миссинское свидетельствование устно. ужасное 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 он просто отключаться. Он находился без еды, без воды. Я вообще в суд его привезли, в суд даже вызываю скорую помощь. Он даже в суде не смог расписаться за то, что ему права разъяснены. Понимаете? Не смог в суде несколько дней прошло расписаться. Я за него расписался, ему права разъяснены. какие конодательства, какие объяснения человек находится после ДТП в путь в это. Понимаете? Благо, что кузнецов хватило на тот момент ума отложить судебное заседание, чтобы человек просто пришел в состояние, чтобы он не сдох в зале судебного заседания. Я еще раз повторяю, он не мог спустя несколько суток не мог расписаться. Вы как он мог вести процедуру составления протокола. Такого либо. Он в больнице не мог расписаться. Он башкой ударился. Он чудом выжил. Более того, вы же видите, что человек не отказывается. Ну вдайте ему адвокат. Ну если он уверен, что он пьяный, то какая проблема? С адвокатом он в трубочку падает, или на медкомиссию сидит, либо нет. Ну кстати, одна и та же ответственность. В чем? Я вообще не понимаю, в чем проблема-то? Ну хотя бы кстати, все это на видео, что ну вот мы ему предложили телефон, а он отказался. так нет нет он наоборот просит несколько раз повторяет находясь в этом состоянии я просто людям советую вы в любом случае привлекаете постороннего человека чтобы просто был контроль чтобы сотрудники полиции не позволяли себя так вести не оказывали нас психологическое давление не дай бог физическое давление как в данном случае они не создали условия для того чтобы он реально воспользовался своими правами зачитать можно все что угодно но их нужно разъяснить что не было сделано это нужно сделать так как минимум в ответ получить реакцию вам понятны ваши права и он должен отчетливо сказать да мне понятны а если человек в этот момент рыдает задыхается и не дает никакую реакцию когда уже теряет сознание его приводит то это не разъяснили права это засчитали там что-то под видео запись что якобы мы там что-то выполнили формальный подход фиктивно для судов для которых вот эти дела это чисто вот ага галочку это было это было это было все наказать существу жалоб вот здесь я дальше в жалобе очень подробно специально очень подробно расписываю несколько разъяснений верховного суда конституционного суда про то что вот эти права которые у человека есть их недостаточно просто вот зачитать пускай даже разъяснить он должен иметь реальную возможность ими воспользоваться на что я неоднократно делаю акцент вы поймите что человек имея право на защитника он должен иметь возможность этим правом воспользоваться в каких-то случаях не важно создайте условия ничто не произойдет там с человеком там за час за полчаса пока леди там адвокат защитник и более с учетом тех обстоятельств которые были я через 5 минут там мог оказаться но у нас как происходит у нас же много дел сейчас в судах находится в городе Мурманское где сотрудники полиции со мной разговаривают человек который меня вызывает в качестве защитника гаишникам гаишникам росбордейцам сотрудники полиции говорят вот сейчас мой адвокат приедет сейчас я попаду понимаете принимать им на все шмырк и в отдел полиции либо протокол составляет да конечно я подхожу включаю снимаю вот это безобразие 5 минут подождать 15 хорошо минут у меня же есть и те же самые лица все участвуют которые точно так же не умеют протоколы составлять они же здесь не вот так составляют так давайте дальше то есть вот это улучшает у меня страница 2 очень подробно я ссылаюсь на судебную практику даже на закон о полиции что когда возникают права как они должны быть реализованы надо здесь не вверху на суда и так далее и так далее и так далее то есть это на мой взгляд должно быть очевидно что должна быть соблюдена процедура не фиктивна не формально а реально реально мой подзащитник нуждался не только в медицинской помощи но и в помощи защитника то есть человека который знает как себя вести в той или иной ситуации то есть как минимум в моих услугах потому что на тот момент я уверен на сто процентов он бы позвонил именно мне дальше я обращаю внимание именно на вот это существенное нарушение процессуальное не зафиксировано само событие указываю конкретное даже не разъяснение а судебную практику указываю конкретное решение суда верховного верховного девятации тире ад 21 тире 1 тире к 5 15 февраля 21 года достаточно свежие и так вот вот прям дословно дословно жирно выделяю наклоны почеком как угодно слава богу мировая кузнецов заметила это заметила ну как она написала ой да это другое дело к вам не имеет никакого отношения это совсем другая да как другая один в один прямо дословно даже листы дела совпадают того дела и нашего дела лист дела ввозит ну до такой степени берешь копируешь составляешь решение и оправдываешь моего доверителя читаю согласие либо несогласие Мальцева А.С. ну там у него Мальцев там был какой-то А.С. пройти ознакомительную процедуру в этом протоколе не зафиксировано означенную процедуру в этом протоколе не зафиксировано в графе пройти медицинское свидетельство в скобочках согласен отказываюсь содержится запись отказ от подписи лист дела 8 и у нас тоже лист дела 8 и то же самое все то же самое понимаете все то же самое более того спицы нет мы смотрим видео видео не бьется ни по времени ни по содержанию ни предложению что он там противник свидетельства а он отказывается не протоколов никаких не составляет с его участием подобное навес каких-то файлов которые кучей бросили в суд судя разберется он же все равно в нашу пользу вынесет это в том числе неуважение их понимаете они не подготовили нормальный материал они должны были сбросить один непрерывный файл где у них процедура начинается от и до от отстранения от управления транспортным средством предложить пройти свидетельство с помощью алкотестера если отказывается то предлагается пройти свидетельство медицинское медицинское учреждение если отказываться это все зафиксирован либо с понятыми чего они очень сильно не любят либо с видеозапись чтобы это было все зафиксировано и как права разъяснялись какую реакцию на это дает человек понятны ему права непонятны нуждаются соцзащитники не нуждается может мне какая-то помощь нужна может телефон позвонить может вам родственникам кому-то сообщить более того они же даже не сообщили родственникам что человека задержали тому подобное с его гражданской женой но только потом через несколько суток нашли что он находится там-то там-то соответственно со мной заключили договор и я уже пришел в судебное заседание куда его привели понимаете ну так не должно быть очевидно что согласие либо несогласие в отношении Спицына также не зафиксировано в протоколе 51 А.М. 105 991 которую в силу части 3 статьи 26.2 в связи с этим является недопустимым доказательством понимаете есть документы процессуальные они для этого и составляются не должны в суде давать объяснения те лица которые вдруг что-то вспомнили либо не вспомнили но в изначальных объяснениях это не записано так для этого и берутся объяснения в день совершения и совершения на месте чтобы все было зафиксировано а не потом проделать какие-то заполнять вот у меня сейчас мировой судья по первому марскому времени сотрудникам полиции ребята как отчитывали подведи запись ролик выложены ну как же вот так ну так же не делать но так же объяснения не берутся эти объяснения потом пригодятся по гражданским делам там еще в каких-то делах и тому подобное нормально качественно сделать собирайте материалы качественно ну понятно конечно мы можем вызвать фельдшера и еще начинать любимая песня помню не помню не помню то что написано было так ничего не написано толком ничего не написано именно не надо сейчас устранить вот это неустранимое замечание не зафиксировано не на видео отказ зафиксировано не на бумаге на протоколе никак не зафиксировано что мы вообще здесь рассматриваем какое событие поэтому я прошу прекратить связи с отсутствием события не предлагали пройти медицинское свидетельство не предлагает он не отказывался с адвокатом это его право неотъемлемое право более того ограничение правильную защиту является безусловно основанием для отмена любого восстановления все очевидно очевидные вещи очевидны для всех и поэтому у меня возникает такое основание подозревают судей мировых то что они как-то заинтересованы в исходе этого дела что у них возможно как-то оказывать давление вернемся к жалобе дальше хочу обратить внимание вот и слайс на пункт 11 постановение пленному верховного суда номер 20 некоторых вопросов возникающих судебной практике при осмотрении дела о комиссарте на правовырушения условно его родина с кодекса российского мира нахождение водителя в беспомощном состоянии скобочках тяжелая травма так вот у нас тяжелый травма бессознательное состояние и другое до бессознательное состояние и кратковременно терять сознание находиться какие-то функции выполнять но не отдавать отчет ну очевидно ситуация и по видео и по основной обстановке что произошло видно что это пользуют именно в этом состоянии так вот там сказано когда для вынесения исключения о наличии либо в отсутствии состояния опьянения требуется проведение специальных лабораторных следований исследований биологических жидкостей вот тот случай понимаете берется просто биологическая жидкость у человека моча кровь как угодно это можно было сделать и в больнице когда он только туда попался уже не отказывался ехать мы же как свидетели говорили что они на каталке там лежал его привезли он лежал в коридоре на каталке понимаете и только потом его с каталки поднял сотрудник полиции обращаем внимание вообще почему сотрудник полиции участвовал в этой процедуре почему я находился почему общение было с медиками и моим доверителем в его присутствии почему за моего доверителя он там говорим так вы отказываетесь от помощи не отказываетесь сказать все что угодно человек находится в таком состоянии который нельзя это оценивать за истину от медицинской помощи выйти через пять минут умереть ну это свойственно особенно людям русского пола которые героями себя считают потому что они думают что ой да чё там там ничего поварить да перестанет он не врач чтобы самому себе даже давать оценку нуждается он в медицинской помощи или нет но очевидно он нуждается он даже рано не обработали ничего не сделали просто какой консилиум там был да ничего там не было crimen подкоп почему пришло привезли вот весь подход уважаемый суд вылетут это оцените карты карты ну все таки такие обстоятельства которые были позволяют однозначно заценить из этого что процедура не была проведена наложающим образом не было проведена процедура Жидкость могли забрать в больнице раз, при выезде скорой помощи первый раз в отдел полиции два, при выезде два раза в выезд скорой помощи три-четыре, и даже могли еще когда в суд судебно находиться, даже там могли взять. Любые биологические материалы, в суде это уже понятно, прошло много времени, но была возможность взять биологические жидкости, тем более, как сказал наш Толмачев, он опорожнялся в камень. Так вы представляете, какую пытку он ему устроил? Ни воды не давали ему, в наручниках держали, в туалет не отводили. Так, давайте опять вернемся к жалобе Дима Владимировича. Уважаемый суд, это все относительно жалоба. Не любой человек это выдержит. Конечно, он в такой ситуации может и послать, и тому угодно. Он даже самого смелого человека можно заставить подавить волю и тому подобное. Даже меня можно это заставить, понимаете? Любого человека можно запугать. Любого. Почему? Я еще раз повторяю, они не понятых не приглашают. Это день был. Нет никаких проблем с понятыми. Никаких проблем нет. Их куча в отделе полиции находится. Куча. Там надо в дверь будете сказать, бойтесь понятыми. Просто пригласите человека, который просто будет следить, чтобы на него не оказывали физическое давление, чтобы он не сбивал. Ну хорошо, но если вы ведете видеорегистратор, видеозапись, тогда не надо в суде говорить о том, что он был неисправен, то выключат, то выключат. Если ты заранее знаешь, что он неисправен, значит ты должен был прекратить запись на видеорегистратор и пригласить понятых. А не сказки придумают про вот этот регистратор. То пока погаснет, то потрухнет. Потом, конечно, он видит, я ранее запись послушал, так думаю, нет, нельзя так говорить. Нельзя говорить. Железобетонный довод, довод, ломаем о том, что если заранее мы знаем, что регистратор неисправен, то значит мы должны были все-таки понятых вызывать. А понятых мы не вызвали, вроде все ломается. И конечно тут уже Толначок говорит о том, что нет, регистратор был у меня, он был исправен, никаких замечаний не было. Тогда вопрос, а зачем ты его выключал? Причем в такие промежутки времени, когда явно видно, что в нарушении статьи 6.1 ты оказывал вот это вот. Действие, бездействие, унижающее человеческое достоинство. Ну ты делал это, это очевидно, на видео. Мне кажется, даже, даже, даже если здесь на самом деле правонарушитель, даже с правонарушителем нельзя себя так вести. Ну нельзя, это недопустимо. Вы понимаете, что он уже должен быть уволен. С позором. Независимо от того, как разрешится дело. Он в принципе, по самому факту своего поведения должен быть уволен. А он в сумме красуется, как гусыня. Понимаете, что? Вадим Михайлович, давайте дальше к жалобе. Ну вы услышите, пожалуйста, это. Мы поощряем у таких вот сотрудников, когда они остаются безнаказанными. И когда их методы проходят. Незаконные методы проходят, которые запрещены законом. Обратите внимание, как сейчас со мной ведут сотрудники полиции. уважительно, куда бы я ни пришел, потому что я условно взаимовывал эту репутацию. Они знают, что со мной нельзя по-другому разговаривать. Так почему они себя так не ведут со всеми гражданами? Со всеми. Хотя я могу тоже грубо ответить сотруднику полиции. Ну в рамках закона, естественно. Так, давайте дальше. Страница 3. Вот, обращаю еще внимание, он, значит, поправил логическую жидкость, я сказал, все подобное расписано. Ну все, как бы, однозначное основание для того, чтобы не дуть трубочки, не что-то там, а вот делать то, что нужно делать по закону. Дальше обращаю внимание, на временные расхождения. Значит, согласно протоколу 51АУ, окончание на 86, по отстранению управления транспортным средством, или сделай 6 список, отстранено управление транспортным средством в 12 часов 54 минуты. Зафиксируйте это время. 12 часов 54 минуты. И уже через минуту, в 12.55, был направлен на прохождение медицинского свидетельства о состоянии обвинения. Протокол 51АМ, номер оканчивается на 91, был составлен в 12 часов 54 минуты. Очевидно, что составление между указанными протоколами на 86, который оказывается на 91, иных документов не проводилось. Однако, в материальном деле имеется акт, оканчивается на 233, по свидетельству на состояние алкогольного обвинения, риск дела 7, из которого следует, что свидетельствование не проводилось. Судья, очевидно, проигнорировал то обстоятельство, что свидетельствование на состояние алкогольного обвинения не проводилось, о чем указано в акте. Причина, в акте не указанном, в данном случае спицы, находился в беспомощном состоянии. тяжелая травма, бессознательное состояние и другое не позволяло это сделать то есть я вот обращаю внимание из расчетения Верховного Суда вы понимаете во-первых, по времени как это вот ну по времени это не бьется отстранили они его в 12.54 от управления транспортным средством за одну минуту они провели огромный перечень действий и права разъяснили и ад составили и протокол направления да это понятно, что это все сидели они там потом рисовали в его отсутствии, естественно Кристофорий там давал показать, что он находился рядом мы там в соседней камере типа сидели потому что я задавал прямой вопрос присутствовал и мой подзащитный при составлении административного протокола протокол обе с ним прорушении ох, как он там плавал и так, и сяк и так, и так в итоге все-таки зарубили потому что он составлялся вот соседний камень понимаете ну вроде бы он как бы со стеной находился да, он возле нас не был ну мы где-то рядышком были здание ну здание стелось потому что потому что они понимают что врать-то невозможно потому что Мамайев добьется, что уличи что не было их там нигде что они единственное могли находиться там-то, там-то либо в его отсутствии потому что все время спицы находился в зажане а если сотрудники полиции составляли протокол ну там, в яме обычно сидят то значит, они составляли в его отсутствии значит, они не разъясняли ни права при составлении протокола об институте на право ворушении ни хататайства не имел права заявить объяснение и тому подобное потому что составление протокола в действительном право ворушении Это целая-то другая процедура, которая, естественно, была проведена без его участия. То, что он находится в камере в этом здании, не означает, что протокол был составлен с его участием. Не означает, что они, как он говорит, что они ему отдали, вручили, в сунули ему в карман копию протокола. Да ничего он не вручали, никаких копий не было. Он впервые, и я впервые увидел все эти документы, уже из материала в дело. Так вы понимаете, как они врут? Понятно, что человек, если бы из камеры выводил, хоть периодически, он как минимум мог бы в то ли и отходил. Ну, если бы они подчеловечески к нему относились, они бы хотя бы воды дали, понимаете? Он никогда бы говорит, я там чуть не умер. Я, говорит, впервые попил воду, а когда он уже ему привели, там, это в 9, там, ну, короче, вы не есть, вы представляете? С самого утра, в 7 часов, авария, это все. Все это время он находился без воды. Я вам говорю, что это не понятно, что это не надо. Ну, попить-то человеку надо так. В туалет-то сходить ему надо. Но наручники с него нужно снять. Когда вы его в камеру посадили, в таком состоянии с гематомой на голове. Уважаемый суд, вы услышите меня, надеюсь, я нигде не спалил. Что еще говорить? Тут помимо грубейших курсуальных нарушений, я вам подрисовал картину всего происходящее, что очевидно из видео. Очевидно из всего. Просто посмотрите комментарии под видео. Из судебных заседаний. Больше 90 процентов, ну, отзывов вы понимаете, в какую сторону. Вот эти менее 5 процентов, это сотрудники полиции пишут, а то он пытается оправдать эту ситуацию. Там, меня органить, вот ты защищаешь преступник или еще кого-то. То есть, они заранее уже решили, что там преступник. Я говорю, больше 90 процентов людей, адекватных, четко понимают, что произошло и что было. И в каком состоянии находился Спильцев. И в чем его права были ограничены. И как все это составляют. А знаете, почему это происходит? Потому что каждый, так или иначе, в своей жизни встречался с такими сотрудниками полиции, которые вылагали взятки, которые на пустом месте притунули правонарушения. Так, дальше, по жалобе. Уважаемый суд, я все-таки прошу вас оценить все доводы, указанные именно в моей жалобе, которые мы новином написаны. Именно в той интерпретации, которая здесь указана. Не искажать саму суть тех доводов, которые я привожу. Как это делала судья Мороза, судья Кузнецова. Не надо сюда приносить свое видение данной ситуации. Есть судебная практика. Есть в конечном итоге закон прямо, где установлены определенные нормы. 1.6 Куа. Процедура должна быть соблюдена. Доказатель, который считается законным, допустимым, когда оно получено в соответствии с законом. То есть в соответствии с КУАПом. А не пополнять, так сказать, устранять замечания. Ну тогда зачем мы вообще протоколы составляем? Давайте сразу в суд вызывать сотрудников полиции, очевидцев. И сразу в суде будем спрашивать. Было, было, не было, не было. Какие там протоколы? Зачем это все? Сам факт, что протокол внестремленного правонарушения был составлен без моего доверителя, что очевидно, что все должно быть рассматривать. Сам факт, что нет в протоколе отметки о том, что он отказался, либо не отказался, внестовое сосредоточивание. Все это достаточно, а дальше нет смысла ничего рассматривать. Зачем мы это тянем? Зачем мы издеваемся над людьми? Ну создается впечатление, что вы гаражу, придумывать, на пустом месте нормы подстраивать законодательство не под человека, а вот под этих сотрудников. Ну в конституции даже написано, что мы должны столковывать законодательство в пользу человека, его прав, его свободу, понимаете? Уважаемый суд, вы в прошлый раз уже рассматривали это дело, оно опять к вам попало. Я считаю, что вы должны поставить окончательную точку, а именно отменить постановление мирового судей Кузнецовой и вынести постановление, которым прекратить производство по делу в связи с отсутствием события правонарушения. Потому что из материала дела очевидно, что оно не зафиксировано. Все остальное это догмы и умозаключения сотрудников полиции и всех тех, кто пытается им подыграть, в том числе мировому суде Кузнецовой. На своем ходатайстве о просмотре последней видеозаписи 12.49 настаиваете? Да, настаиваю. Я хочу, чтобы вы все-таки посмотрели, что там никакая процедура не проходила. Ну, нет, у самого собаки. И вообще, как ему оказывалось медицинская помощь? Про нашатырь и про все, чтобы это не было словно, не голословные слова, а чтобы вы сами глазами это увидели. Хорошо, присаживайтесь. По заявленному ходатайству судья определил ходатайство о просмотре последней видеозаписи имеющейся на диске лист дела 25 удовлетворить данное ходатайство. Перерыв объявить в судебном заседании для поиска аппаратуры, на котором посмотреть данную видеозапись.